Татьяна Минакер Я говорю практически, потому что нам хочется, чтобы программу посмотрели как можно больше людей. Если мы будем четко говорить те вещи и называть вещи своими именами, количество людей, которые нас может посмотреть, резко сократится. Ну, что ж поделать. Татьяна Минакер обладает способностями говорить правду матку вот так вот открыто на любые темы, касаемые политики, касаемые прав тех или иных людей. Сегодня мы будем говорить о нас, о женщинах. И с женщиной мы о нашем женском. Танечка, я ничего не перепутала в том, что будет происходить сейчас? Точнее, правду матку, я бы сказала. Ну, вот видите, вот пришла Минакер и началось. Вы знаете, моя мама всегда говорила, Таня, если во всем Ленинграде пятимиллионном одна будет, хотя бы одна лужа, ты ее найдешь и в нее влезешь. Вот, вы знаете, она так определила всю мою дальнейшую судьбу. Вот, действительно, я всегда влезаю во все лужи, которые только вообще можно влезть и даже которые невозможно влезть. И вы знаете, я могу сказать только одно, что вот одна из луж, в которую я влезла, совершенно неожиданно. Вот представьте себе, значит, 70-е годы. Я закончила университет Ленинградский, поступила с еврейским паспортом, поступить на работу было очень сложно. Меня загнали в какую-то школу, преподавать обществоведение. Школа была в веселом поселке. Те, кто представляет, ну, это, вы знаете, как в Москве Свибулово или я не знаю, что еще. То есть надо было час с чем-то ехать из города, чтобы туда попасть. По тем временам это был долгий срок. И там в основном это были дети, вот селяли подвалы и строили огромные такие поля хрущевок. Что, кстати, было богословением для многих живших, потому что люди действительно жили в подвалах, комнатах. Но народ там был очень специфический. Во всяком случае, в период своего преподавания я в основном ходила по судам, потому что мои ученики постоянно совершали какие-то криминальные преступления. То они обворовывали дачи на Московской железной дороге, то они там кого-то в лифте застревали специально и били. То есть я из судов просто не вылезала, а я была классная руководитель. Ну и учитывая мое университетское образование и то, что я вот в тот период писала под руководством Шейниса, ставшим потом частью депутатов Государственной Думы, статью «Экономика очереди», где я показала, что при социализме человек, стоящий в очереди, чем больше его квалификации, чем больше он приносит обществу, тем сильнее он обворован. Потому что если стоит, например, нейрохирург за курицей, которая стоит 2,50, то человек, пьяный слесарь, который стоит рядом с ним, необразованный, и тоже стоит за курицей 2,50, и оба они стоят 2 часа, то курица-нейрохирурга обходится ему примерно, скажем, в 200 рублей, ну условно говоря, потому что час его труда. Опять, я только с марксистской точки зрения, чисто у меня ничего, ни шаг вправо, ни шаг лево от марксизма. Я определила стоимость труда нейрохирурга и пьяного слесаря. Значит, ну вот тем не менее, вот вы знаете, какая-то тяга к научной работе у меня была идиотская. И тут меня в Москве познакомили с профессором Гонковским, который работал в институте высоковедения, это институт, который занимался Ближним Востоком в Москве. И он мне дал задание, что вот давай мы сейчас, пожалуйста, напиши мне исследование о женщинах Афганистана. Вы знаете, я уже после этого писала об этом в статье, можете глянуть на «Джерузалим пост», там у меня есть статья о мусульманских женщинах и мужчинах, на английском, правда. Но и, вы знаете, я сейчас написала статью, которая называется «Людоеды». И я начала её с того, что совсем недавно, ещё задолго до, в общем-то, этой войны, которая в Израиле сейчас идёт с Хамасом, один друг мне сказал, который жил долго среди мусульман в Средней Азии, что там, когда начинают драться между собой люди, они доходят до такого озверения, что они выкрадывают детей друг у друга, а потом возвращают их запечёнными в духовке. Я, честно говоря, ему не поверила. Не поверила. Думаю, ну, человек там жил, озлобился туда-сюда. Но, значит, потом, когда я начала это исследование, то я увидела, что вообще это совершенно другая реальность, что ни к сегодняшней точке зрения ни американцы, ни даже израильтяне, они понятия не имеют о мусульманском мире, вообще никакого понятия. Я уже не говорю про наших идиотов, полезных идиотов, левых евреев, которые кричат, что вот там дети газы, там, что все равны, сейчас будем плясать на лужайке все в огнилку, и мы все такие же одинаковые люди. Вы знаете, ребята, до такой степени они такие же, что даже страшно начинать рассказывать. Ну, во-первых, когда я там занималась этими исследованиями, то стоимость девственницы 14-15 лет на границе с Афганистаном, а понимаете, там граница чисто условная, там живут и узбеки, и паштуны, и таджики, там много племен самых разных, и они часто между собой воюют. Но, в принципе, вот что их всех объединяет, это то, что у них концепция, которую сегодня не понимают ни американцы, ни даже изобретяне, которые, казалось бы, рядом с ними живут. Это концепция женщины как собственности. Понимаете, вот это то, что никому даже в голову не приходит, что они смотрят на женщину совершенно иначе, чем смотрят европейцы и, в общем-то, люди западной цивилизации. И вот это совершенно все меняет, потому что сегодня вот никто не понимает, что огромная часть этой войны, она идет и за женщин. Огромная часть сегодня войны со сломом идет и за женщин, потому что они не хотят отдавать свою собственность. Вы понимаете, вот это то, что идет конфликт, который, на мой взгляд, практически безнадежный, потому что они будут бороться до конца, до полной победы. Вы понимаете, что американцы, которые считают, что мусульмане и вот люди этих исламских культур, там, сомалийских и так далее, они все такие же люди, как мы. Но как они вообще что-то могут понять о концепции женщины как собственности, когда, вы знаете, я изучала историю Калифорнии, в Калифорнии в 840-х годах был принят закон, что женщина оставляет в браке свою собственность. Если у нее там она вышла замуж, у нее была какая-то пивоваренка, гостиничка, там что-то такое типа, то муж на это не имеет никакого права. И это защищало женщину, потому что, как, к сожалению, многие знают, некоторые мужья бывают пьяницы, пропивают, а что еще хуже, мужья бывают игроки, потому что ни один пьяница столько не пропьет за год, сколько игрок может проиграть за одну ночь. Понимаете? Поэтому женщина таким образом была ограждена от посягательства ее собственности. Что называется, что, в общем-то, идет в мусульманском мире, в исламском, что женщина сама собственность мужчины. Понимаете? То есть вот это, то, чем ни американцы, ни извильтяне понять не могут, потому что, значит, мы еще будем на эту тему говорить, но вопрос об образовании женщин, это еще одна мелочь, о которой они не понимают. В 1837 году, 800, не 900, а в 837 году в университетах Америки уже началось совместное обучение мужчин и женщин. В Стэнфорде, в знаменитом Стэнфордском университете, уже в 1897 году была проблема, потому что они такое количество набрали женщин, что они боялись, что количество женщин привеличит количество мужчин. И сама Джейн Стэнфорд, жена основателя Лиланда Стэнфорда, он уже умер тогда, она ограничивала число женщин в Стэнфордском университете до 500, потому что неудобно как-то было, что женщин больше. А вообще-то 86% американских студентов уже в 1897 году они проходили совместное обучение в университетах. Для того, чтобы, так сказать, это знаменитое, я поскольку водила в свое время экскурсии по Стэнфорду, я знаю все эти истории, когда он рассказывал, что ведь в те времена никто не работал, женщины не работали практически. И Стэнфорд объяснял, почему он хочет, чтобы женщины учились в университете, открывая университет на своей торжественной речи, на закладке открытия университета, почему он хочет, чтобы женщины учились. Он сказал, что женщина – это в первую очередь будущее поколение, что она мать, и от нее, только от женщины-матери, зависит то, что лицо будущего поколения. Вот это сказал сам Стэнфорд. И добавила его жена, что она понимает прекрасно, она тоже выступала, она добавила, что она прекрасно понимает, как на общество влияет количество образованных женщин. Вот эти два учредителя Стэнфордского университета, Лилан Стэнфорд и Джейн Стэнфорд. Ну, для того, чтобы вы понимали, какая разница в мусульманском мире, ну, в Афганистане, например, вы помните эту знаменитую историю, совсем недавно она была, когда девочку почти живьем сожгли, потому что она хотела в школу пойти. Девочек, которые идут в школу сегодня, кстати, Леночка, в той статье, что у меня прислали, как раз по поводу фемиемизма, там был разговор о том, что 400 молодых женщин вывезли из Афганистана, которые хотели учиться. Так вот, те, кого не вывезли, они вывезли очень много, как вы догадываетесь, у них права учиться нет вообще. Они тайком учатся, понимаете, что грамоту элементарную учат тайком. А в такой, так сказать, продвинутой стране, как Саудовская Аравия, вот совсем недавно разрешали девочкам только до шестого класса учиться, а женщинам автомобиль водить разрешили, собственно, указа, так сказать, Саудовской Аравии короля разрешили водить машину совсем несколько лет назад. И, понимаете, во всех этих Штистанах, Афганистан, Туркменистан, Узбекистан и так далее, когда я изучала этот вопрос, стоимость девственницы 14-15 лет была, ну, догадайте, сколько? Ну, у вас в статье-то указано. А? В статье указано, поэтому я хотела бы... 30 овец, 30 овец, вот вы за 30 овец могли купить молодую девушку в качестве второй, третьей или даже четвёртой жены, зависело от благосостояния покупателя. И вот эти девственницы, это была как валюта, ими торговали. То есть, условно говоря, семья, у которой была маленькая девочка, есть бедная семья, она её продавала богатому старику в 9 лет уже в качестве жены, чтобы обеспечить себя на зиму продуктами. А долги платили девочками. Ну, уже вот это даже при нас, если вы помните, когда это была война Талибана с Northern Alliance, с Северным Союзом в том же Афганистане, и вокруг они там, вокруг все выходили эти войны за пределы, естественно, Афганистана, то вы понимаете, что там просто вот так же, как они захватили сейчас заложников, Хамас захватил, вот так они захватывали девочек, девушек, и это была тоже торговля, они их продавали, как гаремы шейхам нефтяных всех этих королев, которые вполне достаточно имели деньги. Больше четырёх жён не разрешалось по, так сказать, исламовскому закону иметь, но у них были наложницы, конкубаринцы, и вот они в качестве наложниц всех этих девочек продавали. Вы понимаете, я как-то разговаривала с 11, тут же после 11 сентября там с афганской женщиной из очень элитной афганской семьи, и она мне рассказала, что за неё её муж, или там семья мужа, заплатили 12 тысяч долларов. Она хвасталась, у неё такая гордость была на лице написана. И вот вы знаете, когда я помню очень хорошо, что я помню, что в этот период зарплата врача в Афганистане была 20 долларов в месяц. И вот представляете, сколько за неё заплатили, какая она была дорогая невеста. И вот вы понимаете, что вот этот момент, что собственность над женщиной, собственность, женщина как собственность, и эта власть над ней и над её детьми, колоссальная власть, это то, с чем никогда не расстанутся мусульманские мужчины. Одна из причин, по которой они так ненавидят Израиль, это потому, что в Израиле женщины не просто ходят с открытым лицом, открытыми волосами, едут куда хотят, ходят в этих самых шортах с голыми ногами, у них ещё автомат за плечом, понимаете? И поэтому, конечно, я вам хочу сказать, что вот это такой ужас для мусульманских мужчин, что это потеря, когда они видят этих свободных женщин, это потеря власти над ними. А я ещё тут на видео, сейчас же очень много видео поступает, видела интересную вещь, там кто-то обратил внимание, что захватили заложницу израильскую и тащат её по улице в Газе. Как вы думаете, какая основная проблема была у тех, кто её захватил? Они её волокли по этой улице, они очень переживали, что у неё лицо не закрыто, они требовали, чтобы она закрыла лицо, понимаете? Потому что вот как же израильтяне ходят, израильтянки ходят с открытым лицом. А ещё другой момент, который тоже никто не обратите внимания, когда вы смотрите все эти видео в Газе, ещё до того, что там её разбомбили, там на улицах тысячи мужчин, молодых причём, и ни одной женщины. На это никто не обращает внимания. Почему, казалось бы, вот там с бомбирей какое-то здание, интересно посмотреть? Нет. Они вообще на улицу не выходят. Вот это вот никто не понимает. Вот когда я ездила по всем этим Шитистанам, то вообще вот эта традиция женщину не выпускать, она до сих пор существует. Причём там что интересно ещё? В том, что окна, если вы посмотрели бы, везде только во двор смотрят. Дома стоят без окон. Вы не видите окон. Окна смотрят только во двор, чтобы женщина на улицу не смотрела и чтобы на неё никто не посмотрел. Более того, начинается проблема с детства практически. То есть вот мы с вами плохо понимаем, что сегодня любой голодранец, вот у которого вообще ничего нет, но его жена и его дети – это его собственность. Поэтому он никогда не отдаст вот этого, так сказать, порядка в обмен ни на какую цивилизацию. Он не способен эту цивилизацию освоить. А вот то, что у него собственность отбирают, мы это очень хорошо видим, потому что и в Европе, и в Америке, мы все свидетели вот так называемых honor killings, когда мусульмане убивают своих дочерей. Почему они их убивают? Потому что по их понятиям они там начинают выходить на улицу или встречаться, начинают вести западный образ жизни. И это потеря собственности, это потеря власти. Потеря власти – это очень страшная вещь, потому что власть над женщинами и над детьми, и над детьми в том числе дочь – это тоже собственность. Татьяна, я хочу сейчас немножко… Мы слишком удалились в исторические вещи. Я хочу привести примеры, которые связаны вот с тем, что сейчас у нас происходит. Вы говорите о женщинах, которые сидят там, которые бесправны. Мы говорим о тех женщинах с атрибутиками ислама, атрибуты, которые они носят, но они находятся на Западе. Я хочу напомнить о Бориане Фалач, которая предупреждала. Еще в 2002 году у нее статья начиналась с того, что Европа больше не Европа, Еврабия. Колония ислама, где исламские вторжения происходят не только в физическом смысле, но и в ментальном, культурном смысле. Сейчас мы наблюдаем за этим вторжением. Мы наблюдаем через 21 год. Это вторжение. Если мы говорим о женщинах, обратите внимание, вот в этих маршах протеста против Израиля под палестинскими флагами, большинство не мужчин, а девушек. Большинство арабских женщин, которые свободны, женщины Востока, но они свободны только на Западе. И Запад это спокойно съедает. Запад спокойно съедает абсолютно все. Вы говорили об Афганистане, а я вспомнила Хелицию Честер, которую вчера, кстати, Хелиция Честер. Это женщина, которая является символом антиисламизма. Это она написала еще 13 и 12 числа две статьи в октябре месяце. Это женщина, которая является психологом, профессором здесь, в Нью-Йоркских университетах. Она в свое время, будучи молодой, очень молодой еврейской девушкой из Бруклина, она выходит замуж, вопреки воле своих родителей, вопреки религиозным предпочтениям ее папы и мамы. Она выходит замуж за мусульманина из Афганистана. Она попадает в Афганистан. Далее, первое, что с ней сделали, ее превратили в вещь. Забрали ее паспорт, забрали ее документы, забрали ее все. И она в вот этой афганской семье была одной из жен. Там вот, вот это средневековье, она попала в это средневековье. далее ей стоило огромных усилий попасть в американское посольство и, естественно, прервать этот брак и помочь, чтобы ей вернулись на родину в Соединенные Штаты Америки. Это был личный опыт, который помог одной этой женщине, которая впоследствии стала феминисткой. И она защищает, и она понимает, когда она пишет и говорит о женщинах Востока. Она совершенно солидарна с вами, потому что у вас нет такого личного опыта, ну, не дай бог, побывать в той афганской семье в 61-м году и потом бежать оттуда и на всю жизнь возненавидеть это все. Но каждый из нас, когда соприкасается вот с тем, что он соприкасается, мой ребенок, я рассказывала, повторю еще раз, мой ребенок вместе со своей подружкой, она арабка, сирийка, христианка и мальчик, палестинский мальчик, вот этим крохом семилетним, кричал, я ненавижу евреев и мусульман, и христиан. И вот когда тебе кричит твой одноклассник, это было тогда, давно, 20 лет тому назад, вот кричит вот такие вещи, дети боятся. Что дети могут сделать? Дети могут прийти и сказать, мама, папа, я боюсь, вот он так меня ненавидит. Но эта ненависть передается из поколения в поколение. Мы живем здесь, в Америке, в этой ненависти. Посмотрите, пожалуйста, на вот эту нашу непримиримую тлаиб, на Ильхан Амар, на всех на них. Они, живя в этой цивилизации, они оглядываются в ту цивилизацию, которая является сутью их религии. Вот как с этим бороться? Я все-таки вернусь к своему рассказу, потому что то, что я еще дальше хотела рассказать, как раз является причиной того, что мы сегодня имеем. И надо тогда понимать и искать, как с этим бороться. Я возвращаюсь к тому, что проблема в том, что этих девочек, послушайте меня, 8 лет их отделяют, запрещают общаться с кем-либо, кроме папы, мужчинам даже разговаривать нельзя, только на женской половине. На лесу одевают сетку, дырка в сетке, причем еще совсем недавно, до войны, эта сетка была грязная, из конского волоса. И как ни смешно, даже советская оккупация всех этих шатистанов, она дала им какой-то... Врачи запретили этот конский волос, потому что он вызывал тарахомы, и девочки слепли. Это вызывает, так сказать, болезнь вызывает слепоту. Значит, что получалось? Эта девочка сидит на женской половине с такой же малограмотной матерью, как она. Через несколько лет ее выдают замуж. Общения с мужчинами никакого. На улицу, только на базар в сопровождении мужского родственника. Жизненного экспириенса никакого. Я знаю, о чем вы хотите сказать, но я хочу просто корень показать. Жизненного экспириенса никакого, образования никакого. Через где-то в 15-16 лет ее выдают замуж, и она становится родильной машиной. К 30 годам 9 детей. И, в общем-то, страшно выглядит, как будто ей 60 лет. Тряпка эта черная, на ней надето, слава богу, что ничего не видно. И вот такое. И мальчики... Ужас, дальше возвращаемся. Мальчики с этими матерями проводят до 8 лет. Практически с полуживотными, которые совершенно недоразвиты. Они искусственное развитие задержано. А сын – это функция матери. И вот когда мы видим вот этих бородатых мужиков исламских, которые бегают с автоматами, мы думаем, что они такие же, как мы. У них мозги 9-летних садистов. Это мало кто понимает. Они 9-летние садисты, которые мучают детей. Но почему садисты? Объясняю. Вот тут корень тоже. Потому что женщины, которые живут вот так вот, как живут исламские женщины, они зависимы. Они не умеют... Многие из них не работают, никто. Они зависимы от этого мужа, который швыряет им мешок с рисом и сушеным мясом на зиму, поскольку она четвертая, третья, вторая вот его жена. И фактически живут в невероятной нищете, потому что многодетство вызывает дикую нищету. И они озлоблены так, что вам трудно представить, потому что они рабыни. А рабство, зависимость, как говорила Айн Ранд, dependency breeds hatred. Зависимость рождает ненависть. И вот они, вот эти фурии... Если вы посмотрите целый ряд каких-то видео, недавно мне прислали одно, где одни женщины совершенно в этих черных покрывалах в полной истерике посыпают себя песком, орут. Вы знаете, это фурии, а что еще очень интересно, что у них дикая злоба, потому что у них непонимание реальности. Они слишком тупы для того, чтобы войти в стабилизованную реальность. Идем дальше. Идем дальше. Вы понимаете, что надо отдать должное палестинским арабам? Они же все учились в Советском Союзе. Я сама их видела много раз. И очень многие из них, кстати, там женились на русских проститутках. Я с ними общалась в туалете Ленинградского дворца бракосочетания. Много чего услышала интересного. Вот. Они все тренировались в Казахстане, в этих военных лагерях, по 10 лет. Не все, не каждый по 10, но там эти лагеря работали практически до падения Советского Союза. Это все Советский Союз, эту палестинскую нацию организовал в 1964 году. КГБ, это все работа КГБ. Читайте книгу начальника румынского КГБ Иона Пачепа. Он подробно описал, как была создана палестинская нация, так сказать, и Арафат, и все вот это. Но вы понимаете, что вот это озлобление, этот садизм, это трудно даже объяснить. Более того, что когда я путешествовал по Средней Азии, там все на меня смотрели, женщина европейская, которая одна путешествует, это сбежавшее животное из зоопарка. И все у меня спрашивали, таксисты, сколько у тебя детей? У меня тогда был только один ребенок. И они говорили, как? У моей жены она моложе, тебя у нее уже семь. И вот вы знаете, вот это размножение количеством, но не качеством, вот это то, чем сейчас загоняется в угол цивилизованный мир. Там же экономики во всех этих странах, они убиты. Там нет людей, которые способны их создавать. Это страны, в которых все же создано, даже если вы в Египет поедете, куда бы вы ни поехали, там везде, во всех этих странах, все, что создано, железные дороги, электричество, на провод, все проклятыми колонизаторами, либо британцы, либо евреи. И вот вы знаете, у них, так сказать, во всех этих странах, у них совершенно, как вам сказать, неспособность вести экономику. Если бы не нефть, там ничего нет, кроме нефти. Экономика убита, понимаете? Потому что еще и тирания и так далее. Но что происходит дальше? Они выбираются в Европу, и когда они выбираются, вот вспомните все эти погромы, в Ницце, которые были недавно во всех этих французских городах, они вдруг понимают, что они кроме Тоскания, поскольку вот ужас весь в том, что эта гигантская масса рожденных молодых людей, вот когда вы эту газу посмотрите, эти тысячи людей молодых, все молодые, вот в чем еще дело. Они все не имеют работы, они все наэмплои, и они все, как вам сказать, для них участие в войне против кого угодно. Понимаете, евреев будут против крестьян. Это единственная реальность, это все, что они умеют делать. У них задержанное интеллектуальное развитие, задержанное потому, что они воспитаны полуживотными матерями, которые искусственно оттуплены, потому что у этих женщин, повторяю, нет никакого лайф-экспириенса, кроме, извиняюсь, нет никакой жизненного опыта, за исключением выхода на базар в сопровождении мужского родственника, и нет образования. У них практически совершенно задержанное умственное развитие, и они растят сыновей. Это то, о чем говорил Стэнфорд, что лицо матери – это лицо будущего поколения. Вот лицо исламского и мусульманского мира сегодня – это абсолютный садист, ребенок из тех, которые мучают животных, а потом мучают людей. Все, что они могут работать, они не соображают. Они попадают в Европу. Все, что они могут там таскать, чемоданы в аэропорту. И вот тут начинается истерика. Начинается дикая истерика, потому что они понимают, что они в это общество не могут войти за счет своей умственной неполноценности. И вот тут начинаются опять левые евреи. Как вы думаете, кто привез палестинцев в диком количестве сегодня в Америку и в Европу? Вы знаете, я знакома была, такой был Том Лантес, конгрессмен. Это очень многие евреи считали, что если они привезут сюда палестинских арабов, и те получат образование, они станут умнее, и они, так сказать, будут лучше там жить, строить экономику, дружить с Израилем. Но это собачий бред. Все, абсолютно собачий бред. И вот тут я слышала, есть такой Найджел Фараж, это британский политический лидер, он заявил, что привел статистику, что 64% палестинских беженцев в Дании становятся преступниками, идут в тюрьму. 34% их детей идут в тюрьму вслед за родителями. Вот сейчас уже, кстати, наконец-то вопрос о том, что делать. Швеция, затем Голландия, даже Франция, даже Великобритания уже начали понимать, что появилось слово депортация в языке политических лидеров. И вот вы знаете, я вам хочу сказать, что вот эта иллюзия, иллюзия, иллюзия о том, что они такие же люди, как мы, ее надо засунуть, извините за выражение, не знаю куда, потому что это лишает, лишает вообще практически способность защищаться. Вы знаете, что все вот эти вот израильские жертвы, нападения Хамаса, это были в основном люди, которые боролись, там просто приводились примеры, которые десятилетиями боролись за мир с палестинцами, возили их на лечение в израильские госпиталя. А вообще весь этот фестиваль нового, где 1200 человек там участвовало, где там огромное количество людей было убито, он же тоже был посвящен миру с палестинцами. Вы об этом не помните, нет? Замечательно. Ну почему вы считаете, что я не помню? Я помню гораздо больше, чем даже вы себе представляете. Вы начали об изнасиловании, я напомню, что изнасилование, как оружие войны, предложили именно вот исламисты. Ислам, исламизация, исламисты. Мы говорим сейчас о триединстве того, что является религией, по сути. Потому что, когда мы говорим о вот коллективных изнасилованиях женщин, о которых ровно неделю тому назад выступали и говорили в ООН, в Организации Объединенных Наций. И Организация Объединенных Наций, заламывая руки, сокрушалась. А дальше что? Как насиловали, так и насилуют. Как убивали, так и убивают. При этом это идет фактически изнасилование коллективное. Мир узнал в свое время об изнасиловании в буче украинцев, украинских женщин. Это было полтора года тому назад, немножко больше уже. А мир ничего не знал об изнасилованиях еврейских женщин. Но они идут, как вот фрагмент религиозный. Потому что все это заканчивает, они кричат Аллаху Акбар, убивая и насиловая женщину. И насиловая женщину. Они призывают Аллаха в тот момент, когда они убивают. Поэтому, когда мы говорим о религии мира, мы всегда говорим религии мира. И показываем вот так вот. Религия, которая призывает к убийству, которая убивает прежде всего женщину, которая мать, которая носитель жизни, она убивает ее морально, и дальше она ее добивает физически. Если эта женщина попробует или снять паранжу, или снять еще что-то. Или напомнить вам Иран, за что убили эту девушку? За то, что она сопротивлялась, сопротивлялась вот платку этому на голове, который для нее, для них, для иранских этих женщин, вот этот платок стал или отсутствие его на голове символом свободы. Мы говорим сейчас о том, что лица закрывают, о том, что волосы, о том, что паранжа, там еще что-то, бурка. Я вижу, когда у нас в Америке, в свободном мире или в Париже, вот этих женщин, полностью одетых в черные бурки, с маленькой дыркой для глаз, в перчатках, чтобы, не дай бог, еще кто-то руки не увидел, они отличаются только сумкой, цветом сумки и сумкой. И они заходят, ну и Виттоны их обслуживают. Вот эти, я их называю Death Eaters. Вот если вы помните Гарри Поттера, я вот вижу вот этот образ, для меня этот образ, вот эти женщины черные-черные, а может там и не женщина, а может там и мужчина, а я не знаю, кто там. Под этой буркой вы не знаете, кто там. При закрытых руках, при закрытых глазах, только дырочкой. Вы не знаете, кто перед вами стоит. Но перед вами стоит то, что не принимает абсолютно свободу нашей цивилизации. Вернее, они приняли свободу нашей цивилизации, используют нашу цивилизацию для разрушения нашей цивилизации. И я еще раз призываю читать Татьяну Минакер, читать Ариану Фалачи, читать Фелицию Чеслер. Эти женщины все написали о том мире, который называется миром ислама. И той женщине, в котором этому миру ислама нет места. Только функция родить ребенка или девственницу купить себе ради развлечений. А если это девственница, напомнит о том, что она человек, ее убьют. Потому что она не человек. Эта женщина не человек. Скажите, пожалуйста, Татьяна, представляете вы себе, например, исламскую суфражистку? Это оксимарон. Правильно. Ну, я специально вам задала этот вопрос. Ну, вы себе представить даже не можете. Никак. Вопрос, что вот эти женщины делают тогда, если мы говорим, что они там на то не способны, на это не способны, они в американских университетах все. Они учатся. Они получают образование, они становятся юристами, они становятся еще кем-то. Они потом бегают и кричат свои, вот эти кричалки, от реки до моря, Палестина будет свободной. А потом им задают вопрос, я сегодня как раз говорила в передаче, в беседе с Палантом, задают вопрос, это от какой реки до какого моря? И эти бестолочи не могут ответить. А им задают вопрос, а кто же первый президент Израиля? Они на розовом глазу говорят, ясер Арафат. Вот вы поймите, сейчас речь идет не о тех бурках, которые они там в Афганистане носят. Или как вы сказали, шити-кантри? Шитистан. Шитистан. Я патентую, это мое изобретение слова, от слова Шитистан. Шитистан. Ну, вы знаете, у вас Шитистан, у Арианы Палачи Еврабия. Тоже очень четкая Еврабия. А у нас теперь Амирябия. Потому что их столько понаехало, что вы или должны принять, их с распростертыми объятиями, по-другому не бывает. Потому что вас сразу клеймят, и вы будете сразу исламофобом. Обратите внимание, как у нас идет, когда мы говорим о том, что насилуют еврейских женщин, и у нас идут слушания в ООН, а они принимают резолюцию против антисемитизма, запятая, исламофобии. То есть они в один ряд выставляют антисемитизм, который реальный, который есть, исламофобии, которые являются вот той сутью, вот исламизм является той сутью антисемитизма, который сегодня, вот здесь, мы должны есть вот этой огромной, большой ложкой, и заткнуться, или говорить, и вас заткнут. Леночка, вы знаете, я вам хочу сказать, что слово исламофобия, я с ним совершенно согласна. Фобия – это страх, а страх исламофобии – это страх ислама. А я боюсь ислама, потому что я не знаю, где еще женщина может украсть ребенка у другой женщины, его испечь в духовке и вернуть обратно. Я боюсь этих людей, я боюсь этих людей, у которых на всех флагах кривые такие мечи, чтобы легко голову можно было отсечь. Я боюсь этих людей, которые сжигают стариков в контейнерах на глазах у их детей. Я боюсь этих людей, которые насилуют маленьких детей на глазах у их привязанных родителей. Я боюсь этих людей, которые режут беременной женщине на восьмом месяце живот, вытаскивают ребенка оттуда и швыряют в духовку у нее на глазах, пока она еще жива, привязана к песенному столу. Я боюсь их. И словофобия – да, я исламофоб, я боюсь. А на самом деле, я вам хочу сказать, кого я еще боюсь. Я здесь послушала допрос Майорка с нашего главы Department of Homeland Security, так сказать, безопасности как бы. И его спрашивают по поводу того, что люди идут абсолютно просто, вы знаете, как крестовый поход идет через границу американскую, переходят люди, причем там и иранцы, и китайцы, и кто хочешь. Но вы понимаете, в чем весь ужас? Вы знаете, что он ответил? Он сказал слова, от которых у меня мороз пошел по коже. Он сказал, это историческая миграция. Вот в этом весь ужас, потому что сегодняшнее правительство Байдена состоит из таких мерзавских, мерзотных левых евреев, которые живут коммунизмом. Вы понимаете, у них человек, у меня диплом по марсистско-ленинской философии, о котором я все время с гордостью рассказываю. Так вот, понимаете, человек, который живет этой идеей, что все люди равны, вот эта идея эгалите, фротерните, экволити, равенство. Вы понимаете, людоед и нейрохирург, они не равны. Вы можете меня застрелить. Понимаете? Потому что сегодня в Уганде, например, арестовано не сегодня, несколько месяцев назад. Было арестовано 46 человек. Они сделали человеческое жертвоприношение, чтобы выиграть в лотерею. Понимаете? И если вы мне скажете, что люди, которые там artificial intelligence создают, что они равны этим людоедам, то я не поверю вам. Понимаете? А проблема еще в другом. И очень серьезная, самая главная проблема. Я, как человек, знающий немножко социологию, социологию, демографию, могу вам объяснить, где-то полгода назад одна моя родственница прислала мне фотографию французской женщины. И такой восторг, такое кудахтанье, что это француженка, ей 50 лет, а она вся такая из себя, и выглядит она на 25, там, или на 30. Я спросила, у нее дети есть, у этой француженки? А она говорит, нет, нет у детей. Вот вы понимаете, в чем все дело? Что трагедия началась не сегодня. Она началась в конце 19 века, когда французские, а вслед за ними другие европейские женщины, научились делать аборты и противоиспользоваться противозачаточными средствами. И когда красивая баба 50 лет уважается больше, чем женщина, которая родила несколько детей и вырастила их. У них другая, вот вы понимаете, это противоположная абсолютно культура, две. Но проблема вся в том, что те, в которых вот эти мусульманские культуры, где женщины имеют по десятку детей, они заполонят, они как флаг, как это самое наводнение, они заполонят. Европу уже заполонили. Уже сегодня во многих, там в Швеции такой город Малне, я не могу выговорить его, туда политься не за... Малне. Малне, да. Там одни мусульмане. Таких городов и во Франции, и в Англии такие места есть. А то, что сегодня мэр, извиняюсь за выражение Лондона, пакистанец, и вообще-то мэров, мне прислали список мэров Великобритании, которые мусульмане. Сколько там построено этих самых мечетей. Понимаете, та же Ариана Фалачи, она очень четко описала этот процесс как процесс второго нашествия ислама, только он проходит не, условно говоря, пока что с оружием, а проходит через вот эту эмиграцию, которую практически, так сказать, устраивают леваки все у нас в Америке сегодня и в Европе тоже. Они фактически коллаборанты, они делают все, чтобы завести сюда тех, кто их будет в первую очередь убивать. Они думают, что вот сейчас будут все желтые, зеленые, красные, в горошку, все одинаковые, все будем плясать на лужайке. Во! Они их всех перебьют нафиг, понимаете? Они этого не понимают, что они возят собственных убийц. И вот то, что у них мозгов нет, вот это колоссальная трагедия. Пока что рецепта такого тотального еще очень трудно никто не даст. Но первое, что правильно сделал Трамп, это то, что он во время своего президентского срока запретил въезд из стран, в которых распространен терроризм. Грубо говоря, джихадистов. Он даже выступил, знаете, я никогда не слышал Трампа, читающего стихи. А вот он читал это знаменитое стихотворение про женщину, которая змею у себя на груди согрела. И когда эта змея укусила ее, она спросила, что же ты делаешь, я же тебя пригрела. Она говорит, а ты что, не знала, кто я такая? Вот это стихотворение прочел Трамп. И вы знаете, вот это то, что стихотворение, которое надо выучить всем, кто сегодня находится в обамовском правительстве. Надо сказать, что то, что произошло в Израиле 7 октября, их немножко испугало этих левых любви. Я знаю многих, которые начали оглядываться по сторонам и думать, что же происходит, потому что они вообще ничего не понимают. Как говорил Солжениц, я уже повторял эту фразу, мою любимую, что «Проспирити бритз идиоси», что богатство создает идиотизм. Американские левые евреи, они вообще в этом идиотизме уже купаются три поколения, потому что не было у них ни Гитлера на их голове, не было на их голове Сталина, как был у нас, и Гитлер тоже у наших родителей был на голове. Они ничего не понимают. Они тоже считают, что надо только им дать возможность, дать им возможность поучиться бесплатно. Они, кстати говоря, очень долгое время учились за наш с вами счет. Я это знаю очень хорошо, потому что никто из них сам за обучение не платил. Но сегодня уже включились вот эти арабские страны. И когда я проезжаю сейчас мимо университета моего любимого Сан-Франциско-стейт, где меня судили за то, что я их послала на половое отношение с верблюдами, там построен колоссальный бассейн на деньги Катара. Я вот только сейчас, так сказать, вижу этот огромный бассейн и также масса всего остального. И этот университет 20 лет назад был гадюшник антисемитский и гнездо палестинского сопротивления. И там учились все подонки с палестинского сопротивления, которые только существуют. Понимаете? А сегодня там еще деньги Катара добавились. И хотя этот университет пытались судить где-то полгода назад еще за антисемитизм, причем все антисемитские инциденты, собрали все антисемитские инциденты с 2005 года. Это, так сказать, это еще уже после того, что я училась и меня там фактически чуть-чуть вообще в тюрьму не отправили. А сейчас они подали в суд. И что вы думаете? Судья Дисмит, так сказать, выбросил это дело и они ничего не смогли сделать. Хотя там антисемитизм просто воняет в этом университете. Понимаете? В Колумбии, в Колумбийский университет достаточно просто зайти. Знаете, когда мы говорим о трех университетах, которые выступали на слушаниях, остальные же не выступали. И Корнелла там не было, и Принстона там не было. И там не было Колумбийского университета, Колумбийский университет. Если вы заходите, там такое количество людей. Ну, как вы видите, араб, не араб. На мужчине это не видно. На женщине это видно. На мужчине видно, только если он купюю надел на себя. А на женщинах видно. Там количество женщин в хиджабах переплюнуло, по-моему, количество женщин без хиджабов. Это Колумбийский университет. Колумбия. А что вы хотите? Мой сын учился в USC, University of Thousand California. Это знаменитый университет, который называли University of Spoiled Children, университет избалованных детей. Туда попасть было безумно тяжело. Помните, был скандал, когда какая-то знаменитая актриса, я вообще забыла ее имя, она дала взятку тренеру, чтобы он представил ее сына как чемпиона и его взяли как спортсмена туда. Их поймали на этом, был дикий скандал. Мой сын учился в этом университете. Команда там называлась Trojans, троянцы. Так вот, сегодня эта команда выступает на стороне Хамаса. Можете себе представить? Могу себе представить. Такое количество людей, которые выступают сейчас на стороне Хамаса, не понимают это. Но сейчас немножко, знаете, маятник пошел в виде бумеранга и они сейчас получают, потому что спонсоры просто отказываются сейчас помогать им. Забирают деньги. Но просто наши спонсоры по сравнению с спонсорами того же Катара, Арабских Эмиратов, вы понимаете, они меньше дают, чем те дают. Те дают миллиарды. Они скупают точно так же, как китайцы скупают буквально там сотнями мест они скупают, а потом мы задаем себе вопрос, а почему же у нас здесь то там шпион нашелся, то еще кто-то, еще кто-то. Вся проблема межцивилизационного общения в том, что вот тот мир, исламский мир, он не ассимилируется никогда и ни с кем. И он никогда не ассимилируется. К сожалению, наши мудрецы, которые мыслят категориями они не понимают, что те категории, которые предлагает тот мир, они не совместимы с этими категориями. Они не совместимы с нашей первой поправкой. Они не совместимы с нашими свободами. Они вступают в конфликт. И наши люди, которые предлагают, мы говорим о евреях тоже, которые не понимают, потому что они судят с позиции наших свобод и предлагают тому несвободному обществу принять эти свободы, которые непринимаемы для них. И поэтому вот этот конфликт, он заканчивается кроваво. Они могут только сейчас вот эти умники и умницы сдрогнуть, если их это коснется. Если за ними придут, а за ними придут непременно, вы не зря о кобре напомнили, вы не зря о сути змеи напомнили, потому что эта суть остается сутью. И вот точно так же, как та же Ариана Фалачи писала о завоевании Европы с 6 века, как они шли и уничтожали Европу, вот эти полчища, эти полчища под знаменами ислама, вот точно так же эти полчища очень хорошо у Алису Фана написано чёрные знамёна ислама, но просто есть вещи, которые должны быть обязательны к прочтению и изучению. Но как же быть? Если вы начинаете об этом говорить, вам сразу приписывают исламофобию. Как быть в этом случае, когда масса количественная вот тех людей, которые тебя ненавидят, твою культуру ненавидят, заполнила Соединённые Штаты Америки, заполнила Запад. Да, Запад немножечко сейчас начал сопротивляться. Вот мне задали сегодня один вопрос, написали тоже в мессенджере, а вот, например, Германия запретила вот эти марши и депортирует людей, а вот Америка нет. Так что же у нас Америка позади теперь всей планеты будет? У нас будут теперь вот такие марши, у нас будут вот эти крикуны мальчики и девочки под палестинскими флагами кричать речевки Хамаса, который запрещен Соединённых Штатов Америки как организация террористическая. То есть у нас получается мы здесь играем, здесь не играем, здесь мы рыбу заворачиваем. Но есть графа дано. Вот этот Хамас является террористической организацией. И все речевки Хамаса, которые произносятся на территории Соединённых Штатов Америки, должны быть запрещены. Но вы можете запрещить речевку. Как вы запретите этим людям думать, собираться и козли создавать против нас? Нас с вами, наших детей, наших родных, наших близких. Нас we the people. Пока не будет понято. Вы знаете, вот я, конечно, очень много внимания уделяю еврейству. Пока евреи сами, а их огромное количество в МИДе, в СМИ, не поймут, что им угрожает опасность, пока они не поймут, что люди, которых они считают такими же, как они, совершенно не такие, и что в отличие от них они только думают о том, как бы их убить. Вы знаете, это вечная трагедия, что всегда честный человек всегда, будем так говорить, в плохой позиции перед вором, потому что вор все время только думает, как его ограбить, а честный человек даже в голову такое не придет, поэтому он всегда остается ограбленным в результате. Но тем не менее, пока вот наше огромное количество вот этого левого еврейства, которое сидит на всех каналах, которые в СМИ, те, у кого журналы, те, у кого New York Times и так далее, и так далее, пока они не поймут, что им непосредственно угрожает страшная опасность, ничего не изменится, им надо это объяснять. И вообще вот меня тут спрашивают, ну вот что же делать там, как, чего, надо понимать, что мы находимся в состоянии войны. Не только Израиль находится в состоянии войны, мы все, не только евреи, но христиане, даже атеисты, мы все находимся в состоянии войны, которую нам навязывают. Причем эта война приведет к нашему уничтожению, если мы не начнем сопротивляться, причем очень агрессивно. И вот что можно говорить об этой агрессии, это очень просто. Вы помните во время Второй мировой войны, как люди понимали, что такое пропаганда. Советский Союз великолепно понимал, что такое пропаганда. Вы знаете, какое было самое большое здание в Москве? Вот я спрашиваю, я не буду вас долго терзать, это был отдел пропаганды ЦК КПСС на Старой площади находился. Так вот, еще раз я, может, повторяюсь, но я всегда говорю, что в Советском Союзе на пропаганду тратили больше денег, чем на медицину всей страны. А на заглушение, будем так говорить, тех, кого они считали пропагандистами, то есть радиостанций западных, тратилось больше денег, чем на все радиовещание. Так вот, понимаете, Советский Союз понимал, что такое пропаганда, американцы не понимают, они никогда на войне по-настоящему не были. Хотя была там Токио-Роса, это знаменитая во время войны с Японией, но тем не менее серьезно к этому не относились. Вот пока не будет серьезного отношения к пропаганде, пока не будет создана, будем так говорить, аналог советского Совинформбюро, так сказать, и не будет, и пока каждый из нас, вот вы знаете, вот мы с вами, обратите внимание, что и у вас, и у меня все дети женаты на американцах. Вот это первое поле, где надо, вам, по-моему, не надо, вот мне надо, и очень многих моих знакомых дети женаты на американцах. Американцы дети левых евреев и родители, и думают так же, как их родители, очень часто. Вы знаете, и даже если не так, то все равно мы имеем первый наш удар, первое наше поле битвы, это наша собственная семья, потому что мы должны постепенно и думать, как объяснять, это работа, думать, это война, это военная работа, каждый из нас должен быть пропагандистом, мы должны им объяснять, вот просто элементарно и начинать с очень простого. Когда один мой родственник меня назвал и сломофобом, сегодня я могу к нему подойти и сказать, дорогой, а ты сам не боишься, вот у тебя ребенок, которого 4 года, тебе бы хотел, чтобы у тебя на глазах ему голову отрезали, вот как ты хочешь, понимаете, то есть надо думать, что сказать, где сказать, и это очень серьезно, это Рейган, кстати, говорил, что политика в Америке делается за обеденным столом, я понимаю, что не хочется портить Фэнсгивинг, и не хочется портить там Ханаку и что-то еще, но тем не менее, надо как-то аккуратно, умно начать работать, и вот это задание на сегодняшний день мы все, особенно русские евреи, которые понимают, там, Советского Союза, я имею в виду, русскоязычные, которые понимают, что такое коммунизм, что такое фашизм, понимают, и понимают в связи с этим, что такое ислам, потому что те, кто хотят нас убить, обязательно это сделают, они об открытого об этом говорят, это говорит их Коран, где еврей со мной спрятался, камень кричит, еврей за мной спрятался, приди и убей его, и дерево кричит, еврей за мной спрятался, приди и убей его. Их даже с нацистами нельзя сравнивать, вы знаете, тут Деннис Прейгер, вот, кстати говоря, вот пример великолепного пропагандиста, он спокойно в течение уже двух или трех десятилетий рассказывает, ведет программы и работает, и пускай он миллион человек на свою сторону перетащил, но это миллион, понимаете, и вот даже он, он назвал, сказал, что поддерживать Хамас это все равно, что поддерживать нацистов, я написала, нацистов, да нацисты это просто ангелы, потому что они сжигали в печах детей, которые были уже убиты газом, арабы сжигали живьем и насиловали детей на глазах еще не убитых родителей, патологоанатомы рыдали, когда они имели дело с трупами, те, кто всю жизнь работали с трупами, то, что они увидели, что им привезли, они рыдали, понимаете, когда они видели, что сделали с детьми, и что обматывали проволокой папы и сына, чтобы сжечь их вместе, понимаете, уровень садизма этих людей, об этом надо говорить непрерывно, вот просто хотя бы об этом, потому что это написано везде, если вам за столом скажет кто-нибудь, что вы придумали, вы тут же подходите к компьютеру, нажимаете кнопку, вы говорите, вот смотрите, понимаете, и это очень просто, но это надо делать, я понимаю, что хочется, чтобы все было хорошо, чтобы вы все выпили, станцевали и ушли домой, счастливые и пережавшиеся, нет, мы должны приходить на эти сборища с задачей, понимаете, у нас, иначе, если не мы, то кто, понимаете, если не сегодня, то когда, и вот я понимаю, что я перессорюсь со всеми своими родными, или на меня разозляться, или меня даже и приглашать куда-то не будут, окей, в следующий раз, понимаете, так что еще раз я повторяю, что мы должны превратиться просто в солдат пропагандистской службы, солдат, понимаете, но мы здесь на континенте давно этим занимаемся, мы как бы, нам не надо, нас агитировать не надо, мы стоим на вот этой стороне, мы каждый день садимся перед микрофоном, для того, чтобы рассказывать, приглашать таких людей, как вы, и рассказывать, вы знаете, у нас, я просто смотрю, уже час мы с вами отговорили, можем еще три часа дальше говорить, лучше чаще встречаться, потому что есть, что рассказать, и есть чем поделиться, я читала много книг, написанных в Аллаче, они для меня в свое время были откровенными, ее уже давно нет, она родилась в 21-м году, ее нет 10 лет в этом мире, она оставила много интересных мыслей, я просто зачитаю в финале то, что она написала, проповеди для Запада, это были проповеди написаны в 2002 году, в 2002 году, сразу после того, что произошло в Нью-Йорке, 11 сентября. Проблема в том, что решение не зависит от смерти Уссана Бен-Ладена, потому что Уссана Бен-Ладена уже слишком много, они клонированы, как овцы в наших исследовательских лабораториях, на самом деле, наиболее образованные и умные не остаются в мусульманских странах, они остаются в наших странах, в наших городах, в наших университетах, в наших деловых компаниях, у них прекрасные связи с нашими церквями, нашими банками, нашим телевидением, нашими радио, нашими газетами, нашими изданиями, нашими научными организациями, нашими профсоюзами, нашими политическими партиями. Хуже того, они живут в самом центре общества, которое принимает их, не ставя под сомнение их различия, не проверяя их плохие намерения, не наказывая их угрюмый фанатизм. Вот это, мне кажется, квинтэссенция. Да. То, о чём мы говорили. Они не ассимилируются, и в этом вся проблема. Они заставляют нас принимать неприемлемое для нас. Потому что это наша свобода слова, наша первая поправка, которой они прекрасно пользуются. Мы пользуемся с вами, Танечка, нашей первой поправкой, и говорим то, что мы считаем нужным сказать. Мы не призываем ни к чему. Мы призываем только к тому, чтобы вы думали каждый раз, когда вы разговариваете со своими детьми, каждый раз, когда вы разговариваете со своими друзьями, со своими соседями, за теми самыми семейными столами. Потому что сегодня каждый голос, который объясняет нашим детям, что есть добро, что есть зло, и где проходит вот эта граница, тонкая-тонкая граница, незаметная, между правдой и ложной, и пропагандой. Напомню еще и раз, тот и раз, пакт остается элементом журналистики. Пропаганда придумывает факты, если мы говорим о страшной пропаганде ненависти, которую используют наши оппоненты. Поэтому мы будем языком фактов, языком цифр, языком доказательным, фактологическим объяснять нам, себе, прежде всего, и вам. И спасибо Татьяне Минакер, которая есть, которая не молчит, которая не политкорректна в нашем политкорректном испорченном мире. Татьяне Минакер. Спасибо вам. Вам спасибо за вашу работу. Я знаю, как это непросто, и что это, в общем-то, героизм. Сегодня это героизм. Так что, спасибо за то, что вы герои. Спасибо вам, героически смотрящим наши передачи. Помогайте нам, если вы хотите, чтобы мы и дальше продолжали говорить правду. Я Елена Крикова. У нас в гостях была Татьяна Минакер. Вы на канале Континент. Всех вам благ. Спасибо.